Латвия Савиза обратилась в полицию безопасности, и коллег из этого издания беспокоят то, что в русской прессе, на взгляд редакции Латвия Савиза, растет радикализм. Вот как вы оцениваете такую информацию? Вообще со смехом. Это уж кто бы кто, только не Латвия Савиза бы упрекал бы русскую прессу в радикализме. Я понимаю, какой-нибудь славный женский журнал Лилит бы сказал, ну ребята, ну нехорошо, ну давайте жить дружно, вот у нас тут. А нет, это Латвия Савиза. Каждый номер Латвия Савиза читаю и плачу. Это та газета, которая, скажем, два раза на меня наезжала лично. А на вас за что? А вы хотели депутатского мандата лишить. Это когда вы были в Рижской думе заседателя? Да, да, да. Только не нашли закона. Это газета, которая опубликовала замечание господина Слуциса, который хочет всех русских разогнать по миру и так далее. Самых махровых, мракобесных. И она упрекает русскую прессу в радикализме. Ну а с чем, на мой взгляд, связано это обращение? Это просто попытка поднять тираж или в этом есть какой-то другой смысл? Приближение выборов, например, может быть? О боге узнаю, честно скажу. Ну, может быть, перегрелись ребята на солнышке немного. Все-таки жаркие последнее время были недели. Я скажу и так. Потому что к коллегам я вообще отношусь хорошо, любой ориентацией, коллегам, журналистам. Дело в том, что мы коллеги. Мы, как бы, одно дело, мы работаем в газете, другое дело, мы сели, там, бывают ситуации, когда сели, там, попили вместо кофе, там, или пива, чего-то такого. Все нормальные, адекватные люди. Но вот выступать с таким, ну, наверное, может, с тиражом что-то неважно, может, подписная кампания приближается. То есть, ну, короче, скорее всего, пригрелись. Ну, тем не менее, вот это обращение не осталось незамеченным в высших эшелонах латвийской власти. И министр юстиции Айгорь Штокенберг тоже обратил внимание на то, что радикализм в русской прессе растет. Ну, у нас министр юстиции все так подбираются, те, которые хотят, там, как-то ущучить еще раз как-то русское меньшинство в стране. На другой стороне, согласитесь, что Штокенбергс это далеко не самый национально настроенный латышский политик. Все-таки он достаточно либеральный по взглядам и по действиям. Не, ну, министр с юстицией-то делать нечего. У нас же все в порядке в судебной системе, у нас в пренитенциарной системе все в порядке. То есть, у нас суды годами идут по мелочам. Это их не волнует. Им надо заняться радикализмом в русской прессе. Сейчас они начнут читать русские газеты. Уже одно могу сказать, что вот это хотя бы хорошо. Что-то они прочитают в русских газетах. Но министерство юстиции одно из самых, ну, так сказать, дремучих, самых запущенных министерств, которые, собственно говоря, вот я общаюсь с бизнесменами, как только речь заходит о каких-то судах, о каких-то там тяжбах и все такое, это стоит, ну, просто крики мат, что это за страна такая, где какие-то там копеечные дела решаются годами, где они говорят уже серьезные дела, сколько мы там держали бедного лавента в тюрьме, не могли разобраться там, собственно говоря. А это министерство юстиции, им нужно заниматься прессой. То есть, вы считаете, что это такой отвлекающий маневр? Поговорим об этом, чтобы не говорить о каких-то проблемах в отрасли. Конечно, конечно. Если серьезно что-то делать в стране, так это же надо, кроме чего, как латышским языком, еще чем-то озаботить свою голову. Но на другой, это уже мозги не настроены. 20 лет мы озаботивались только вот этим. То есть, как только возникает какая-то интересная экономическая мысль или все такое, тут же это, нет, 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 давайте говорить за язык. Вот давайте за язык, за русских, за латышей, за интеграцию. То есть, вот только это у нас сейчас важно. Главный редактор газеты «Час» Павел Кириллов, комментируя вот это заявление в полицию Латвия Савиза, сказал о том, что, в принципе, русская пресса и русская община, которая 20 лет была такой достаточно тихой, спокойной, она сейчас просто стала активнее отставить свои права. И это, может быть, не нравится латышской части общества, латышской политической элите. Не разделяете вот эту точку зрения? Абсолютно разделяю. Просто кое-кто вдруг заметил, что 20 лет прошло, а в стране таки живут еще русские. Эти русские еще имеют какое-то нахальство высказывать какое-то мнение по поводу, допустим, государственного языка. Ну, а действительно пресса стала немножко другой, русская пресса? Действительно изменилась какой-то подход, какая-то риторика, какие-то боли она острые? Я бы не сказал, что она как говорила о том, о чем думает русская община. Ведь дело-то в том, что пресса не может влиять на общество. Это какие-то заблуждения, не знаю, откуда они принесены, может быть, из каких-то там марсистских теорий, что пресса управляет миром. Вовсе нет. Четвертая власть. А это красивые слова, да. Вторая профессия, четвертая власть, это все красивые слова. На самом деле пресса отражает, как зеркало, настроение в обществе. Если пресса начинает писать, у нас все хорошо, у нас все красиво, у нас все замечательно, эту газету просто люди перестают покупать и читать, и она вылетает в трубу. То есть люди хотят читать о плохом. Люди хотят читать то, о чем они думают. Ни о плохом, ни о хорошем. То есть пресса должна быть отражением. Люди не бывают плохие, хорошие, никакие есть. Да, пресса только, она может в той или иной степени отражать, как зеркало. Более-менее, так сказать, адекватно, объективно, или что-то там искривлять, и так далее. Но ненадолго. Искривление из таких прессов. Ну, было же время. Может быть, ветераны Латвия Сави запомнят, как была советская пресса, которая писала только о хорошем. Ну и что это было? Это газета, которая приходила в почтовый ящик. И после этого, как правило, перекочевывала, не читаясь, на гвоздик, на известный. То есть ту прессу, которую заставляли подписывать. Допустим, были там обязательно подписать газету «Правда». А это как в Латвии Сави за сейчас. Обязательно всем коммунистам нужно выписать газету «Правда». Все выписали, читает – нет. То есть, ну, когда пресса неадекватно, неадекватно отравляют, народ просто ее не считает. Прессу на протяжении 20 лет, русскую прессу, к ней достаточно никто не замечал. Вот, скажем так, в среде политических элит. А сейчас что, заметили, получается? Чего такая забоченность? Ну, да, ну, в принципе, пора бы уже заметить. Потому что, в общем-то, сейчас у нас есть довольно мощная русская партия «Центр согласия», с которой каким-то образом когда-нибудь таки придется договариваться. Когда-нибудь все-таки русских надо будет пустить. Ну, сейчас в Рижской Думе они есть, ну, вроде народ смотрит. А ничего страшного. В Москве, говорит, они присоединились. То есть, медведей с балалайками по улицам не водят. То есть, ничего такого страшного. И избиратель, в общем-то, латышский, адекватный избиратель, он, в общем-то, это видит. И воспринимает, что, ну, а почему бы и нет? А почему бы не попробовать вот сейчас? Вот мы проиграли там 18 раз, 18 правительств прокрутили, одних и тех же. Одни и те же лица походили кругом, переименовывая партии, партии, всходясь, расходясь, значит, там, разнообразные там танцы с пируэтами вытворяя там на политической арене нашей. А может, все-таки взять и попробовать русских? Вот, кстати, для прессы. Вот интересное мнение. Сейчас русская пресса в Латвии, она достаточно критично относится к власти. Будем откровенно говорить. Это в основном критично. Если центр согласия, партия, которая отставит, в том числе, интерес русскоязычного населения, и которые, электораты, которые пересекаются с аудиторией русскоязычных СМИ, не будет ли проблем вот с каких-то, что и критические статьи нельзя будет писать? А почему? Дело-то в том, что критическое отношение к власти — это профессия журналиста. Это так должно быть. А не получится вот вроде как свои? Вот чего их критиковать? И с той стороны будут обижаться? Вот не опасаетесь такой вот тенденции? Ну, в принципе, в принципе, такое возможно. То есть, ну вот, скажем, в мире есть, допустим, газеты про республиканские, в самой свободной прессе мира в Соединенных Штатах, есть про демократические газеты, есть про республиканские газеты. Ну что ж, они тоже отражают определенное, значит, соотношение политических сил. То есть, республиканцы выписывают свою там, демократы, свою газету. То есть, это тоже как отражение состояния в обществе. Но если газета, главное в этом, что можно относиться с симпатией. Понятно, что русская пресса не может относиться с симпатией к партии ТБДННЛ. Ну, по известным причинам. И с симпатией она может относиться к партии Центра Согласия или там Запчел. Если они начинают писать вранье, ну, читатель не дурак. К тому же, сейчас же есть такая штука, как интернет, где шило в мешке не утаишь. То есть, можно относиться с симпатией, но врать нельзя. Но можно просто о чем-то не писать. Да, есть такая проблема. Умалчивать. Есть такая проблема, но не получается. К сожалению, не получается. Существует интернет, который контролирует все. То есть, в данном случае, если газета об этом не пишет, об этом пишут еще куча разных интернет, потом у нас же нет, собственно говоря, медиамагнат, которому принадлежала бы вся пресса, телевидение, радио и так далее. Владельцев много. И каждый там, собственно говоря, ведет свою политику. И нет у них такой свадьбы с партией Центра Согласия, во всяком случае, у многих. В латышской прессе принято считать, что инициатива Осипова-Линдермана, сбор подписей за русский язык, как второй государственный, ее называют радикальной. Вот вы как воспринимаете? Ну, с точки зрения постановки вопросов, поставлено ребром. Я совершенно согласен. То есть, не там типа, как бы, официальный, местах компактного проживания и так далее. А так, государственный второй. То есть, вопрос, поставленный ребром, дальше не бывает. С точки зрения, можно сказать, что это радикально. Но постановка вопроса ребром, это бывает позитивно, бывает негативно. В данном случае, я считаю, что это очень позитивная постановка. То есть, русские должны высказать свое мнение. Вот когда будет референдум, будет сбор подписей этих 153 тысячи, потом будет референдум. Я уверен, что соберем 153 тысячи, и будет референдум. Мы посмотрим, сколько людей в Латвии на 20-м году независимости считают, что русский язык здесь должен быть государственным. Что русские здесь живут и не ассимилировались, не уехали никуда, то есть, не забыли о своих правах. То есть, вот с другой стороны, этот вопрос-то надо было ставить не сейчас, а 20 лет назад, в 91-м году, осенью, когда принимали все эти судьбоносные решения с гражданством, с безгражданством, скажем так, с гонениями на русский язык, с вычеркиванием этой области жизни из этой стороны, то есть, просто в деле вычеркнули. Вы поддерживаете инициативу Усть-Павлинга? Обязательно. А вот некоторые политики, в том числе от Центра Согласия, говорят о том, что не надо, мол, усиливать радикализм. Опять же, мы всю эту тему обсуждаем сегодня, что вот одна акция порождает другую. Ну, я не политик от Центра Согласия, я вообще не политик. На данном случае, мое мнение, что... А что значит порождать другую? Ну, давайте... Усиливает, скажем так, в одной этнической группе происходит какая-то акция. Была одна акция, когда, значит, облатышевали русские школы. Я наполовину латышев, у меня родня латышская здесь довольно много, и мы собираемся там временами на капу светки, и я с ними веду, так сказать, политинформацией. Люди считают Латвия-Савиза, сельская родня такая, Валмирский район, это самое, Витземы, совершенно вот такая латышская. И вот я с ним рассказываю, о чем тут думают русские. Вот я им задаю такой вопрос, когда вот это была реформа школ, значит, что давайте... Вы же русские не хотите учить латышский язык. Кто сказал? Ну, почему? Вы так думаете. А вот у нас на газете написано, мы вот так думаем, по телевизору мы это видим, что вы не хотите учить латышский язык. Говорю, ребят, мы хотим учить, мы не хотим учить математику, химию на латышском языке, когда русский преподаватель и так далее. Ну как? Хорошо. Мы же проголосовали, мы большинством, это же демократическая процедура, большинство проголосовало, чтобы перевести русские школы, значит, на латышский язык. Говорю, ребят, а давайте так. Мы переводим свои школы на латышский язык, а вы свои на русский. О! Тут у людей начинает в голове, значит, окриться сдвиги, думать, а действительно ведь. То есть, как это может быть демократичное голосование, когда большинство голосует за то, что делать меньшинству, причем этого большинства оно не касается. То есть, давайте-ка мы все, вот, с волосами, давайте-ка мы все проголосуем, чтобы всех лысых расстрелять. Но это, грубо говоря, когда тебя не касается, вроде и не страшно. Да, 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 тогда не радикализм, тогда это демократия. А когда касается тебя, вот что касается действительно русского государственного языка, нет. Я не могу себе предположить, что на референдуме будет принято решение о введении русского государственного. Во всяком случае, в этом десятилетии, может быть, в нашей жизни нет. Значит, арифметически там не получается. Да, абсолютно, арифметически не получается. Но, сама постановка вопроса, то есть, ребят, а теперь вот, если бы вы приняли второй государственный русский, как в Финляндии, Швеции, как в Финляндии, со шведами, значит, что в этом случае? А в этом случае латышские чиновники, количеством 150 тысяч человек, через месяц пошли гуськом на аттестацию по русскому языку, и кто не сдал экзамен на Аплис его по русскому языку, тот пошел вести улицы и так далее. Вот, когда касается, их тут, ах, действительно, тут радикализм. Когда меня может это впрямую коснуться, это очень радикальная штука. Ай-яй-яй, это нам не годится.